Нашумевший законопроект о манипулировании информацией уже не раз был предметом дискуссии. В медиасообществе заявили, это прямая цензура. Законопроект позволит уполномоченному органу контролировать всю информацию в интернете и в случае необходимости блокировать или удалять ее без решения суда. Очередное обсуждение законопроекта прошло в эфире пятого канала с участием одного из инициаторов, депутата Джигурку Кенеша Айнуры Усмоновой. Редакция «Фактчек Кейджи» провела анализ высказываний депутата и пришла к выводу, ключевые тезисы ее выступления оказались лживы. Высказывание первое. Цель данного законопроекта – ликвидация ложной информации. Многие искажают закон, говоря о том, что может пострадать свобода слова в случае его принятия. Но это не так. Вывод «Фактчека» – это неправда. Согласно закону, при выявлении недостоверной информации, уполномоченный государственный орган выносит решение в отношении провайдера или владельца сайта о досудебном ограничении доступа к информации, имеющей признаки, ложной или недостоверной. Сейчас это можно сделать только по решению суда. Таким образом, законопроект устанавливает государственную цензуру информации. А это уже грубое нарушение конституционных прав. Второе высказывание. Законопроект позволит бороться с наркоторговцами и вербовщиками. И это утверждение, по версии журналистов «Фактчека», ложное. Во-первых, для борьбы с экстремизмом и терроризмом уже работает закон о противодействии экстремистской деятельности. А борьбу с наркоторговлей ведет служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД. Во-вторых, заблокировать противоправный контент уже позволяют существующие законы. Суд вправе временно ограничить доступ к информационным материалам по заявлению прокурора. Ну а что касается наркоторговли в интернете, то она гораздо чаще происходит не в социальных сетях, а в закрытых телеграм-каналах и ватсап-группах, куда попасть достаточно сложно. И как раз таки механизмы по выявлению закрытых групп в Даркнете в проекте закона о манипулировании информацией не упоминаются. Пункт третий из выступления депутата Айнура Осмоновой. Общественность поддержала законопроект. Его раскритиковали лишь тролли и СММ-специалисты. И это утверждение тоже назвали ложью журналисты «Фактчека». Законопроект уже раскритиковали юристы, медиаэксперты и журналисты, а также пользователи социальных сетей. Во-вторых, при детальном анализе текста законопроекта выявлен ряд стилистических и логических ошибок. Обнаружена в нем и информация манипулятивного характера. Сам же законопроект – это по большей части плагиат подобного российского закона. Правовая клиника «Аделет» также подготовила замечания по законопроекту, где подробно были перечислены нарушения конституционных прав граждан, в том числе на свободу слова и выражение мнения. Свою позицию озвучивали и юристы Института Медиаполиси. Они пришли к такому же выводу – проект закона противоречит Конституции, ограничивает права и свободы граждан, создает цензора. А кроме того, влечет увеличение расходов бюджета и накладывает дополнительное бремя на предпринимателей и граждан. Таким образом, депутат Айнура Осмонова, она же инициатор законопроекта о манипулировании информацией, солгала в итоге трижды.